Мамешки всем, я Квес и я рад приветствовать вас на своем канале. Факторка на экранах, мод си-блок, продолжаем играться. Значится, что я сделал за последнее время? Да ни хрена я особо ничего не сделал, на самом деле много еще предстоит сделать. Значится, я изучил технологию производства зеленых водорослей, причем только зеленых. Вот, коричневые, соответственно, не производятся. Я решил сделать следующее. Мне, нам, мне, нам. Нам нужно следующее. Нам нужны гранулы. 0,7 гранул для работы, получается, шестерых паровых движков. И, кроме того, нам нужны, получается, нам нужен углекислый газ. Для того, чтобы, в общем-то, этот углекислый газ использовать для производства зеленых водорослей. Собственно, делается это у нас следующим образом. Так, кто там будет, как-то мешает. Значит, делается это у нас следующим образом. Углекислый газ в разжижитель пихает древесные гранулы. Получаем углекислый газ, который, соответственно, идет в 5 ферб водорослей. Вот, и мы получаем оттуда 12 зеленых водорослей. Получаем ногти. А из ногти делаем древесные гранулы, которые, в свою очередь, опять-таки, идут частично в производство углекислого газа, и все частично идет в топку для наших электростанций. Вот. Кроме того, нам нужно поставить 4 электролизера. Прямо специально поставим для этого дела. Вот. Которые будут нам делать шлак, который будем дробить в камень, делать минеральную воду и все это дело смешивать. Единственная проблема у нас заключается в том, что очень мало места. Я себе выбрал. Как-то это было больше в свое время, но что-то как-то да. Давай мы вот это дело собираем. Здесь мы ставим вот эту красоту. И вот так вот это подключаем. Значит, нужен углекислый газ и минерализированная вода. Значит, минерализированная вода нам нужен электролизер 4 штуки. Целых 4 штуки. Обалдеть. Так. Есть тут место для него? Ни хрена тут места для него нет. Как же это плохо, что для него нет места тут. Блин. Вот. Так. И давай вот это развернем. Нам сейчас нужна отсыпка. Так. Вот так вот. Ой. Это я вообще классно сделал. Молодец такой. Значит, нужно нам это дело вот так вот сделать. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Это мы убираем. Да. Пока. Давай посмотрим, что дальше. Значит, нам нужна мойка. Правда, я не знаю, с учетом того, сколько требуется моек для производства для производства этого. С другой стороны, с другой стороны. И в этом есть плюс. нам мы от камня отойдем. Нам камень нужен для производства железа и железа и меди. Вот. А вот этим мы сможем немного отойти от то есть вот вот эту вот штуку, которую мы сейчас используем для производства железа и медиа, мы не будем перенаправлять в производство отсыпки. Что, в общем-то, будет, я думаю, неплохо. Давай сюда закинем. Так. И сюда зелененький. Так. Значит, нам нужно будет сюда запихнуть в воду. Допустим, да? Нет. Нужно будет выше поднимать. Потому что нам тут нужно будет А! Отсюда у нас будет выходить. Но нам нужно будет каким-то гаком отсюда выводить два ненужных ресурса, а именно кислород и водород. Значит, если у нас здесь кислород и водород, да, нужно, короче, их будет еще подвинуть туда. Хотя бы вот так вот. Вот так вот. и давай пока поставим идти. Хрен течная. И я думаю, вполне себе будет нормально, если мы сделаем вот так. Тихо. Во! Да, нормально. Единственное, у нас, конечно, выход тут будет вообще отвратный. Просто отвратный. Кроме того, нам нужно куда-то выплевывать зеленуху. и возможно даже ее будет проще сделать вот здесь вот выпуск. То есть, мы вот так вот будет вываливаться вот здесь. Так. 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 Вот так вот. Давай еще сразу поставим две. Отлично. Так. И далее нам нужно будет положить сюда конверную ленту и все это куда-то будет заходить. Так. Где у нас отсыпка? Крайне мало отсыпки. Крайне мало делается. Ну, ладно. сейчас тут осталось нам нужно получается сколько их? Еще два поставить. Я думаю нам тут места хватит. Еще было бы неплохо. Вот у нас камней, конечно, не очень много. Подземные поставим. так. Пока я смотрю солнечные батареи хватает их, поэтому жутко. тесно. конечно, минус то, что он ставит абы как вообще этих каких абы как он ставит господи отсыпку он ставит отсыпает то сюда и летит то сюда то есть нельзя поставить какой-то определенный приоритет. что еще? Значит, нужны будут разжижители. Значит, один разжижитель нам нужен, чтобы камень с водой смешивать. Кстати, нам еще нужно знать, что я совсем забыл. Вот, насос нам нужен. Мы его куда-нибудь сюда пихнем. или стой? Не знаю, есть ли вообще смысл в подземное это все загонять? Ой, здрасте. Так, ну пока так, пусть будет. Нам еще нужны вот эти родства 1,2,3,4. Они, соответственно, нам будут шлак вываливать, который пойдет в дробилку. Дробилку, я так понимаю, мы где-нибудь здесь также воткнем. Так, что у нас там с камнем? да, да, Они здесь не мог поставить, а, зараза, тварь. Все, замечательно. Значит, шлак у нас теперь есть. Нам этот шлак нужно дробить, прямо здесь будем дробить и будем делать из него получается дробленый камень. Очевидно, да? Стоп. Так, дробленый камень пошел. Шлак сразу сюда закинем. Значит, к этому дробленому, этот дробленый камень в разжижителя. Сюда. Вот так вот. Так, есть. В разжижителе делаем минерализированную воду. Так, мектанол нам пока, наверное, не нужен. Вот. Сюда пихаем вот это дело. То есть, вот так вот у нас получается минерализированная вода. Трубы. Так. вот так вот. Все. Это мы с вами закруглили. Далее нам нужно здесь сделать отсыпку до конца. Здесь у нас закончилась топляк. Отлично. значит, здесь нам нужно углекислый газ сделать. Углекислый газ у нас с вами делается из древесных гранул, что в принципе логично, которое в свою очередь делается из целлюлеза, которое делается это. Значит, из вот этих, из пяти получается ферм, которые будут делать зеленые водоросли, нам нужно поставить пять сборочных автоматов, которые я, естественно, не сделал. Да? Да. Естественно. А что я их буду делать? Серьезно. Нужно подумать, как бы их так распихать. Интересно, тут подземный конвернер сколько длинный? Ага, понятно. Можно, в принципе, поставить шесть. У нас тут все равно получается именно так. то есть мы с вами делаем вот эту вот сулюлезу. Надо чуть развить. Так вот. Пихаем. Почти угадал. допустим. Ладно, пока давай так. Вот так вот. Соответственно сюда у нас будет вот так вот заходить. Здесь у нас будет конвейер вот так вот выходить. И далее мы вот это оп. Ну, вот это у нас сдвигается, потому что оно нам уже не надь. Вот это мы тоже убираем. и мы получаем вот так. Да. Значит, единственное, нам, наверное, немного железа не хватит. Единственное, конечно, за счет вот этого всего остается вопрос, как нам как нам вот это вот запихивать в три других автомата, чтобы получать древесные гранулы. Можно, конечно, их друг за дружкой поставить. вот это мы убираем. И ставим вот таким вот образом. Правда, четыре у меня влезает, я смотрю. Ну, пять, окей. Но... блин. Ждать еще, что ли, отсыпку? В целом, можно будет сделать вот так вот. Смотри. Тут мы дело выдираем и поставим ее вот сюда, вот так вот. Грубо говоря, напротив... напротив короче, каждому автомату своя вот эта вот фигня. Как вариант. То есть нам отсыпать тогда будет нужно будет меньше. Давай вот так вот поставим. Так, что нам нужно было? А, эти результаты нам сейчас не нужны получается. То есть вот будем делать следующим образом. мы будем вот так вот ставить. Здесь получается у нас будет производство вот этого целлюлезного волокна. И в него прям пихать. Пихать прям по самой неболой. Вот так вот. А отсюда будет выходить уже в три других автомата, которые можно поставить вообще в любом месте в принципе. будут делаться гранулы. Да? Из трех автоматов. То есть например, ну да, так у нас три не встанет. Вот так у нас например три встанет. Вот эту хрень убираем. вот нам эти будут делать древесные гранулы. Вот так вот. Единственное что, что-то не подумал, лучше их наверное отзеркалить. Вот так вот. нам не надо. А тут у нас соответственно будет выхода. Можно поставить сразу разжижитель например. Я забываю, что здесь еще одна труба должна быть. так вот еще. Было бы неплохо сделать. У нас кстати мойка закончила изучаться. Вот это нам нужно будет изучать базовую нефтехимию. Базовая нефтехимия кстати нам поможет немного увеличить количество добываемой углекислый газ такой себе угарный газ понятно пар и угарный газ угарный газ откуда у нас появляется понимаю не понимаю но понимаю окей хорошо давай транспортную систему поставим у меня здесь стоит транспортная система которая работает на угле кстати но угля здесь нету ну точнее как он есть но до него еще надо дорасти чтобы был уголь нужно добывать дерево чтобы добывать дерево нужно соответственно поставить огромное количество хренотения которое добывает это дерево ну короче еще тот геморрой но ладно обязательно до него доберемся до этого геморрой я надеюсь и все у нас будет замечательно так значит нам нужно 4 разделителя плюс еще нам нужно нам нужно нам нужно вот это и вот это нам нужно еще 1 2 3 ладно пусть 3 будет на всякий случай автомата 1 2 3 так так соответственно еще 5 выходов и еще дофига сколько конвейеров ладно давай вот это тело мы чутка под расширим 2 не хватило серьезно и тут и тут вот это вот наверное 1 нет 2 наверное 2 точно что 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 нужно для мойки для мойки и шитья значит смотрю у нас у нас с вами из грязи делается отсыпка вот она 5 грязи получаем одну отсыпку здесь мы с вами получаем я так понимаю что морской насос нам даст эту грязь потому что здесь получается вязка грязная вода то есть это очистка как таковая из нее мы получаем вот он грязь и этот то есть нам нужен вот этот вот то бишь желез нам нужно еще наколупать давай поставим пока где-нибудь вот тут поставим чтобы по чуть-чуть делалось а это мы с вами пустим по по основному делу по сути получается что вот это вот огромная хренетей вот это вот сделано для того чтобы питать всего лишь 6 паровых двигателей единственное что может быть не так уж и плохо то что у нас давай чуть подальше пройдемся так скорость добычи очень интересная электробойлер замечательно что-то я не вижу по-другому где они у нас тут были то они тут открываются как правый двигатель так это у нас переработка шлака пока рано управление жидкостями вот с управлением жидкостями надо будет это так механическая очистка надо боты спасибо не надо вот там дендрария для деревьев пока рановато металлурги уголь бронза я так понимаю у нас давай посмотрим тогда так да у нас всего один паровой двигатель дальше у нас только паровая турбина идет и в целом можно на эту паровую турбину наверно поставить хотя наверное нет на нее вряд ли в общем беда я думал что а это что такое ладно потом посмотрим я думал что есть несколько этапов тиров паровых турбин и мы могли бы больше поставить но нет не шиша вот она у нас мойка пошла делаем мойку моешь на установка я так значит подожди а грязь у нас где делается продукция грязь тяжелая грязная вода и сероводородный газ должна должна входить тяжелая грязная вода и вода не понял а а вот вот смотря вот здесь делается из грязи как раз таки то есть нам нужно сейчас выбрать вот эту штуку при этом уничтожать серную сероводородный газ и тяжелую грязную и да и тяжелую грязную воду при этом насколько я помню когда мы допустим делаем вот это тут тоже грязь у нас производится и здесь у нас грязь производится и здесь у нас грязь производится и здесь у нас грязь производится то есть в принципе можно сделать все получается пять этапов грязь выводить опять таки это нам потребуется много места и еще энергия нам нужно поэтому сейчас мы тогда теперь 45 до значит нам нужно тогда вот эту штуку собрать вот эту вот для уничтожения сероводорода серного газа я надеюсь что он уничтожается вот вот этому ставим так и сюда получается нам нужна вода поставим факель на установку если нет то нам придется до управления жидкостями пилить потому что здесь есть и здесь через себя движение через себя допускать движение через себя на выходе то в моды ангелы обратно маленький сквозной маленький нет такого нету короче какая то есть из этой вот модовой штуки штука которая позволяет сжигать отделом топовой все-таки это работает так есть так подругим сразу ни хрена так не видно слышать это просто он у нас уже труп не хватает так здесь поставим вот это пусть он так закидывает и теперь нам нужно копить вот это вот еще 30 каменного блока нужно о чем делается ну понятно что из камня камерной печки камень а камень как делается только отстойник ебануться что такое здорово это так так в отстойник нам ничего добавлять не надо он у само если нам нужны только трубы вот так ну давай посмотрим вот а это по моему начинает сгорать сжигать, когда 100 набирается. Ну, сейчас посмотрим. Если нет, то это будет беда. Потому что я, честно говоря, не помню, как я боролся с излишками сероводородного газа. Да, сгорает отлично. Все. Теперь у нас вот это самостоятельно производит нам все, что надо. В диких количествах. Ну, в диких, конечно, далековато. Это я сказал. Но, тем не менее. Метол нам нужен. Вот это нам надо. Вот это нам надо. И вот это вот это ватовой. Хоть 12. Уже хорошо, случай. Здесь, соответственно, нам нужна выгрузка. И дальше вгрузка. И вот так. И вот так. Так. По идее, частично должно идти сюда. А, частично должно. Остается это все только переподключить. А, и вот здесь еще отсыпку доделать. Давай посмотрим, что у нас с отсыпкой. Нормально. Главное, что теперь камень не используется. Потому что камень нам нужен. Кроме того, как оказалось, нам нужны каменные блоки. А это отдельный вид искусства. Так. Это пока уберем. У нас, кстати, здесь, в данной версии, точнее, в данной сборке, электростанция солнечная. Они довольно рано появляются. Вроде как. Могу путать. Давай посмотрим. Да, вот они, солнечная электростанция. Пазовая химия. Потом переработка угля. И переработка серы. Переработка шлака. Кстати, вот переработка шлака, это вообще тема. Но! Я с ней так замучился в свое время. Поэтому сначала нужно отсыпать очень большую территорию. Я вот хочу... Сейчас мы вот это дело запустим. Я надеюсь, появится побольше электроэнергии. И я мойки поставлю. Получается, все пять этапов моек поставлю, чтобы у нас больше грязи было. И чтобы мы больше отсыпки сделали, чтобы мы отсыпали. Я хочу вот этот захватить остров. Короче, вот это все вот так вот по квадрату отсыпать, чтобы у нас было все хорошо. Иначе у нас будет жопобой. Из этого всего. Так, значится... Оцепка. Давай еще отсыпки возьмем. Как у меня тут? Ладно. Ну, так оси. Сколько еще осталось? А, ну это он все считает. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, отсыпки немного осталось. Так, давай вот этого сделаем. Сейчас сразу забронируем. Никуда не ушло. Соответственно, у нас получается... Так, секундочку. Здесь у нас концентрирован... А, ну у нас только здесь лишнее появляется в виде сероводорода. Здесь у нас с вами появляется соленая вода. То есть нам нужно будет еще один вот такой вот построить, чтобы соленую воду убирать. Вот. И все будет замечательно. А потом уже, когда будет требоваться нам глина и керпидон и вот это все, у нас, собственно, в принципе, будет все готово. Так. Мне нужно будет просто пере... Пере... Блин, да ты серьезно? При этом, смотрите, у нас вероятность получения грязи 50%. То есть она... Каждый второй раз то будет грязь, то не будет. При этом, либо мы получим 0, что удивительно. То есть каждый второй раз мы будем получать 0. Ну, предположим, каждый второй раз с севереотносительности и пропорции это вообще не ко мне. Либо 1, либо 2, либо 3. Довольно странно. Так. Тяжелая грязность. Сероводородный газ. Теплоемкость. 100 джоулей. Минимальная температура. Чего? Давай смотрим. Влево у нас будет заходить. Первоначально. Как забьется, так это. Я думаю, что мы такую же схему... Забыл, как это делать. Через shift. И тут. Ну, тут, в принципе, без разницы. Собственно, это забивается. Сюда. И вот так вот по кругу ходит, ходит, ходит. До тех пор, пока у нас не заработает вся схема. Вот. Сейчас мы вот это дело давай поподключаем. Главное, чтобы столбов хватило. На самом деле. Потому что, что, что. Столбы у меня пока еще никак не производятся. Ни в руках, ни в ногах. Никак. Так. Нам нужно вот этот автомат подрубить. И вот этот тоже. Все. Собственно, минеральная вода пошла. Вот она, зашла. Сюда нам нужно сколько? 12. Этих. Надо вот это дело отключить пока. Чтобы не рассеивалось тепло. Так. Давай. Все. Пошла эта штука. Оп. Сюда загрузила. Сюда понеслось. И вот сейчас это потихоньку пойдет сюда отгружаться. Тебя, брат, мы пока уберем. Чтобы мы могли вот так вот поставить. Ну, типа, вот все. Вроде как бы вот оно понеслось. Нам нужно будет с вами как-то выходить на новый этап металлургии. Вот она, переработка. Здесь нам потребуется каменный булок. Еще стальная балка. Стальная балка у нас, в общем-то, довольно просто делается. Для нее нужно просто железо запихнуть в печку. И она становится расплавленной. Вот. А потом ее еще раз. Уже в сборочный автомат. И у нас получается сталь. Вот. Но для этого нам нужно переработку шлака изучить. Переработка шлака, блин, это просто пиздец на самом деле. Давай посмотрим. Смотрим. Так. Вот это можно, в принципе, убрать. Это тоже можно убрать. Вот у нас с вами есть классическая схема. Когда мы используем дробленный стеротит и сепферит для того, чтобы получить определенное количество меди и этого. Хорошо. Давай, допустим, здесь добавим другой вариант. Вот он. Расплав. Где тут у нас медь? Допустим, через слиток меди. Вот здесь, наверное, да, делается. Да. Слиток меди мы с вами можем вот сюда запихнуть. А вот это мы с вами запихиваем в медную плиту. Значит, читаем по фабрике. И здесь у нас с вами получается 1,8. Потребляем мы с вами дробленный сепферит. Нет. Дробленный стеротит 2,6. У нас сепферит каким-то гаком. А, ну он у нас как вторичка идет. Понятно. 2,6 стеротита и 4,3 сепферита получается. Здесь у нас вот такая схема. При этом, чтобы получить медную руду, мы с вами будем идти по сортировке. Сортировки стеротита. Видите, где у нас получается медная руда и железная руда. При этом у нас здесь вот так вот идет. А вот это у нас пойдет по переработке. Давайте тогда вот так вот выберем. Вот таким вот образом. И потом переработка шашлака, чтобы было понятно. Значит, предположим, 1 стоит. Вот у нас получаем 1 плиту в секунду. Но нам нужно на самом деле, прям, чтобы на самом деле прям хорошо было. 1 в секунду это вообще ни о чем. Лично мне кажется, хотя бы 5. Вот так вот. Уже 20 кристаллизаторов надо. 20. Вес по 3000 минерализированной воды. 3000, а пиздец, простой. Соответственно, 300 камня. Это у нас получается 20 разжижителей. А 300 камня это у нас сколько? 24 дробилки, замечательно. 140. А-а-а, вот этих хреновин. 200 мегаватт, чтобы получать 5 в секунду. Медная пластина. Это просто, я когда первый раз увидел, я думаю, может, я ебанулся что ли. Может, я неправильно считаю. Ну, хотя, да, я тут, в принципе, ничего не считаю. Это все мод считает. Это просто пиздец какой-то. Окей, хорошо. Одна. Одна, ладно. Не лучше. 111 электролизеров. Вот. При этом у нас же с вами получается тут такая фигня, как у нас получается еще сепферит, который мы, собственно, можем это. Плюс у нас еще появляется лишняя железная руда, которую мы никак не... Ничего с ней не сделаем, потому что для получения одной пластины нам нужна одна медная руда. Точно то же самое касается и железа. То есть мы будем получать 0,5 железной пластины в секунду. Да, это просто пипец. Хорошо, пошли по-другому. Здесь мы поставим точно так же... Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Вот она, медная плита. Делается она у нас через железную руду, которая делается через дробленный стеротит. Считаем по фабрике. А, не ту я выбрал. Эту самую. Технологию. Этвенити. Вот это нам надо. Значит, здесь мы получаем расплав меди. А здесь мы получаем медную плиту. Вот так вот. Считаем по фабрике. Точно так же единичку ставим. Медь мы с вами получаем из сортировки. Это мы с вами получаем из стеротита отробленного. У нас получается камень лишний в данном случае. А стеротит мы с вами будем получать из переработанного шлака. Уже 6 кристаллизаторов. Минеральный осадок у нас с вами делается из... Угольная фильтрация, керамическая, понятно, кристаллическая. Вот нам пока вот этот угольный. Нам потребуется рамка фильтра, благо он, как это, взаимовосстанавливаемый, так сказать. Поэтому нам нужно будет добывать только... Кстати, отработанную серную кислоту нужно будет куда-то, по-моему, девать. Но сейчас посмотрим. Значит, дистиллированная вода и шлаковый раствор. Шлаковый раствор у нас с вами делается либо из шлака, либо из врубленного камня. Так как у нас тут камень... Ну, это, кстати, вопрос, как лучше. Давай посчитаем, как отдельно производство по шлаку. Шлаковый раствор, шлаковый раствор. Он, наверное, где-то здесь, в очистке. Так, смотрим. Считаем по элементу. Допустим, здесь один нужен. Здесь один. То есть и там, и там, смотри, используется... Ну, собственно, если один расчужитель мы ставим и там, и там, мы будем получать 25 шлакового раствора в секунду. Но при этом в одном случае будет потребляться 2,5 шлака, а в другом случае 10 камня дробленого и 7,5 серной кислоты и там, и там. Окей, хорошо. Для того, чтобы получить дробленый камень, нам нужен, соответственно, шлак. Для этого нам потребуется с вами 4 дробилки и 5 шлака, чтобы получить вот эти вот... Давай вот так вот пока уберем. Чтобы получить те же 25 шлака. И отсюда мы видим, используем вот эту штуку и получаем 20 электролизеров для того, чтобы получать вот эту хрень. И плюс у нас еще вот тут вот это вот. Окей. Теперь убираем это, обнуляем. Это убираем. Здесь нам нужно 2,5 шлака, да, в секунду. Для этого нам потребуется только электролизеры и больше ничего, и нужно их 10. То есть в два раза меньше. Наверное, как бы проще вот это вот. Другой вопрос, что нам делать с камнем, который у нас будет вываливаться здесь как вторичка. То есть вот он камень. Мы его, в принципе, можем пихать... Хотя, что? Мы его можем сделать второй контур производства шлакового раствора. И туда запихивать камень. Кроме того, эту хрень можно использовать как производство цельного камня, который, в свою очередь, будет производить нам этот самый... кирпичи, каменные блоки. То есть каменные блоки нам нужны в любом случае. Поэтому, в принципе, можно его оставить. Но шлаковый раствор делается, собственно, из шлака. Кроме того, нужна дистиллированная вода, которая, в свою очередь, делается у нас из кислорода и водорода, которые и так-то хера у нас просто вот в жопу езжут. Поэтому вообще не будет никаких проблем. Вот. Один в химическом заводе. Причем тут написано «химический завод» достаточно продвинутый. На самом деле, хватает и химического завода. Не знаю, почему продвинутый ставится автоматом. Вообще нет никаких проблем. И вот тогда у нас более-менее что-то сойдется. Но, опять-таки, у нас проблема заключается в том, что у нас появляется вот эта вот хрень. Железная руда, медь. А, ну и шлак, кстати. Шлак у нас будет... А, ну 0,5 шлака. В принципе, мы его сможем обратно запускать в эту, в переработку. Окей. Хорошо. До этого надо еще дойти. На самом деле. Так, чуть-чуть не хватило. До этого сюда закинем. Но для того, чтобы это все сделать, нам сначала нужно заняться отсыпкой. Нужно будет вот эту вот мойку. То есть сейчас тут у меня... О, хорошо накопилось. Слушай. Я тогда где-нибудь, не знаю, вот здесь вот сделаю сейчас. Может здесь сделаю отсыпку. Нам просто нужно место под вот эти отстойники. Нужен еще один отстойник. Вот это все дело мы перенесем. Нам нужна вода. Ну, воду мы, наверное... Можно удержать, наверное, сделать. И тогда нам нужно будет заняться отсыпкой. После того, как займемся отсыпкой, нужно будет изучение сделать. Так, транспортная система пока не очень нужна. Нужна базовая химия. Потом переработка серы нам нужна. Нужно вот это. Вот. Так. Еще нам нужно механическую очистку сделать, чтобы мы могли с вами... Во-первых, слиток свинца и голова нам потребуется в конечном итоге. Так. Вот это. Вот это продвинутая механическая обработка. Я так и не понял, что это такое. На самом деле, здесь такая же фигня, как была в Ангеле и в Бобе. Когда вы вот вроде что-то такое изучаете, да. Но, по сути, это модуль не добавляет никакого. То есть, вот эта механическая переработка, она в кристаллизаторе. Но выглядит, как будто бы нужно отдельный модуль какой-то ставить. Более того, он есть. Вот так вот он выглядит. Вот. Тут нужно быть с этим осторожным. Так. Вот это все. Вот это, вот это. Далее нам нужна металлургия для того, чтобы ставить доменные печки, индукционные печки и литейки. Но для этого нужно еще стальным изучить, потом доменные печки. Так. Здесь у нас получается, видите, вот, кстати, тоже прикол. Мы с вами изучаем металлургию. Металлургию. Название такое, да. Мы с вами получаем результат. Доменную печь. Индукционную печь и литейную машину. Ты их построишь. Но если ты не изучил продвинутую переплавку железа или меди, то ты ничего сделать не сможешь. У ангела, по-моему. Да, это ангеловский мод. Там как раз был такой косяк, как вы помните. Мы не могли с вами железо или бетон плавить. Я уж не помню чего. Потому что эти связи были нарушены. А здесь они не нарушены, но о них не стоит забывать. Потому что ты так думаешь, ой, я смогу плавить что-то крутое. А на самом деле ты вот без этого не сможешь вот этим пользоваться абсолютно. Так, ладно. Это мы пока поставили. Значит, здесь добираем вот это дело. Вот это мы доставляем. Вот это мы добираем. Еще ставим. И вот еще вот так вот пихаем. Все, видите, шлака у нас довольно много. Это хорошо. Но потому что у нас пока работают, по сути, две установки. Сейчас у нас за счет того, что у нас база работает, но, видимо, не на полную мощность. Давай посмотрим. 7,7 мегаватта. Чего? 900 киловатт, да? 900, 1800, 3600. А, вот у нас же еще солнышко. Да, ладно. Хорошо. Если работает, то хорошо. Так, давай сделаем отсыпку и займемся мойками. Понятно. То есть, чтобы вот прям хорошо, но 0,3 в секунду вообще ни о чем. То есть, нужно 4, наверное, поставить. 19! Ха-ха! Ёшки! Идеально, конечно, получается... Вот это вот. То есть, прям вот эту основную тяжелую грязь 23 штуки поставить. Сероводородный газ уничтожать. Тяжелую грязную воду уничтожать. Есть какая-нибудь уничтожалка? Вот она, стойник. Получаем 1300, да? Если он один, 160. То есть, таких нужно 8, наверное, да? Угу, почти. Угадал. 9. Вот так, да? Тогда у нас все будет нормально. 8 штук таких поставить. И 23 таких. И тогда у нас будет... Малин, это жесть. И сколько? 3-1 мегаватта. Ой, ее. Тук. Да. Это жопно будет. Это максимально жопно. Я даже не знаю, стоит ли заморачиваться в этом плане. Чтобы так делать. Нет, ну в любом случае, в будущем потребуется это сделать для того, чтобы мы могли вполне себе спокойно заняться. во-первых, нам из глины нужно в любом случае из грязи, из глины делать кирпичи. Кроме того, нам нужно в обязательном порядке делать нормальное количество отсыпки. И поэтому это да. Но я думаю, к этому моменту у нас с вами появятся турели, которые смогут это все раскидывать автоматически, и все будет замечательно. Ну, да, пока у нас, конечно, это очень грустно. Но вот уже, смотри, хорошо раскидали. Возможно, стоит поставить второй автомат, чтобы пободрее это все, потому что загружается там, оно загружается. Но не знаю, посмотрим. Ладненько, давайте. На этом я закончу. В следующий раз продолжим. Я сейчас закончу с отсыпочкой. Мы потом пойдем в плавку. То есть нужно будет заняться вот этой всей очисткой, вот этой всей хренью. И после этого можно заняться, наверное, автоматизацией производства банок. Потому что тут уже скоро зеленые банки. На этом все. Не забывайте подписываться, комментарии, дизлайки, лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok